Ну раз уж мы заговорили про театры 21 января на сцене Московского художественного театра имени Чехова состоялась премьера новой версии культового спектакля номер 13 который называется теперь номер 13D И мы очень рады, что первыми гостями нашей передачи в этом году стали именно они Встречайте художественного театра народный артист России народный артист Советского Союза Олег Табаков и режиссер спектакля народный артист России Владимир Машков О-о-о-о 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 Здорово Присаживайтесь, пожалуйста Присаживайтесь, да Да О-о-о-о-о Олег Павлович Сюда? Я вот сюда прошу вас Прошу вас Слушайте Вы на этой неделе Это моя, подождите Вы, вот ваше Посмотрите, кстати Здесь все Олег Павлович его Ну подождите, здесь написано Машков Вы что? А здесь написано вечерний табаков Вы видите? Отдайте Вот это да Вот это да Это чтоб не перепутали Ваше здоровье Итак, уважаемые Ну, во-первых, гости Спасибо за то, что вы появились В том, чем обычно ходят артисты МХТ Простите, я знаю, что в этой неделе Премию Грэмми Получила группа Дафт Панк Но вы так оделись не поэтому же? Нет Нет, тогда объясните Почему на вас розовые очки Сделаны из картона? Почему на вас Шарфики Такие красивые? Пожалуйста, Олег Павлович Эффект привыкания После очков Во-первых Премьера это Комедия Первое Во-вторых Из жизни Англосаксов То есть вот эти вот Клеточка, да? Да, понимаю Килд Килд Ну, называйте его Клеточка-юбочка Хорошо, юбочка Позвольте я Два слова, Олег Павлович Для тех, кто Может быть никогда Не был в Москве Не был в МХТ Да Объясню нашим зрителям Вы меня в этом поправьте И Владимир меня Львович в этом тоже поправит Я прошу прощения Владимир Я очень рад, что вы пришли Спасибо Ну, я очень рад, что вы пришли Владимир Павлович Спасибо Спасибо Я тоже позволю себе Снять очки Небольшое дополнение Это первый Первый спектакль в мире С эффектом 13D Слушайте, ну вы не боитесь Что вы надеваете На зрителя очки Кстати, если можно Программка-подарок Программка-подарок Пожалуйста Давайте так Программка-щедрый подарок Чтобы вы тоже не отставали Видели мир Благодарю вас Благодарю вас И тут тоже Открыл сразу Да, смотрите Каждой программке очки Вот скажите, пожалуйста Вы не боитесь, что Смотрите, вы надеваете На зрителя очки Вы поставили на сцене Экран, насколько я понимаю А вы не начнете ли Вы давать попкорн? Не превратится ли театр в кино? Нет Не будет ли священная сцена? Нет Поругана Нет Нет Там нет времени есть Сколько лет шел спектакль? Он шел С первого С первого С первого С первого По 2012 Да Ну почти 12 Почти 12 лет В какой момент Вы поняли, что спектакль Который был Ну, наверное Ну, кассовым Сто процента Самым большим хитом В Москве Про него все говорили Я помню Я неокрепшим мальчиком Приехал на вокзал Первое, что мне сказали Ты видел этот спектакль Или нет? А потом уже попросили документы И ограбили Так вот, скажите Почему вы закрыли Спектакль, Олег Павлович? Ничего я не закрывал И Женька И Гарик Сказали Мы не можем Уже по старости Уже просто Мы неловко Нам такое играть И роковое решение Обрати внимание На ушко сейчас Олег Павлович Я никогда Так резиночку куда Чтобы не забыть ее Не уговариваю ничего Не хочешь? Ну, что делать? Расхотел Я Сейчас Пытаюсь Нет, дело в том, что Олег Павлович иногда делает Удивительные вещи Когда мы были студентами Один раз У нас был очень серьезный показ И Олег Павлович пришел Смотрел на нас, студентов Смотрел А мы сидели Мы в следующем действии Он сидел Принес бутерброды С красной рыбой В целлофановом пакете Значит, смотрел на нас Смотрел Потом достал Один бутерброд Говорит Кто хочет? А там идет действие Очень напряженное Он так тихо Ау Один Второй Остался пакет Он вытащил Оттуда все крошки съел И уже когда стало невыносимо Он этот пакет Отделал на голову И одел Сверху очки То есть не увлекло Олега Павловича То, что было И он это демонстрирует Когда его не увлекают А, как право Селекции я как бывший А жестоко А жестоко Олег Павлович всегда Я как в детстве Занимавшийся биологией Для меня слово Селекция Очень понятно Олег Павлович всегда Занимался селекцией И вот я Учившийся в театральных вузах Восемь с половиной лет Практически как хирург Как гафт актер московских театров Вовка Он студент российских театральных вузов Это правда Да Это правда Восемь с половиной лет Да, так получилось Я хотел освоить эту профессию Мне все еще удалось Но учиться актеру Никогда не было У нас есть, знаете Архивная фотография Того момента Когда вы освоили профессию Со всем вашим большим И знаменитым курсом Посмотрите, пожалуйста Я бы хотел Сейчас покрупнее Покажите Вот смотрите Здесь же Вот это Евгений Миронов Да Это Ирина Апексимова Да Это неизменившийся Олег Табахов А вот это Посмотрите А вот Филипп Филипп Янковский Которого Какой-то он очень юный здесь Он всегда был таким Он вообще мальчиковый Мальчиковый, да Скажите, пожалуйста Что делает здесь 45-летний Машков Я расскажу Я стал играть роль Абрама Ильича Шварца Когда мне было 24 года Я так Когда Олег Павлович Мне предложил играть эту роль Я думал, чтобы у меня Это вот Ну Не получилось Я мучился долго Ну, в общем Спектакль вышел Слава Богу Все хорошо И где-то на гастролях Подходит ко мне Журналист Скажите, пожалуйста А товарищи мои Сказали, что мне 68 Вот скажите Вы окончили год назад Школу-студию Не поздновато ли начинать? Ага И это было Самое прекрасное время Когда я понял Что, видимо Я соответствовал тому возрасту Справедливости ради Это, конечно, было Давай говори Нет, сколько было лет Когда вы заканчивали Владимир Сколько вам было лет Когда вы играли? 24 24 года Играли вы Товарищи Поскольку О фактах Разговор зашел Что это? Это редчайший Диплом С отличием Настоящий диплом Выдан Машком Владимиром Манегля Почему вы Слово Львович На первом канале Так заживали? А? Олег Павлович Не то место Вы выбрали Полный курс Названный Школой-студии ВУЗ По специальности Актер Драматического театра И И Кино Председатель Государственной комиссии Вышинский Иннокентий Ничего себе Дайте я на камеру покажу Ректор школы-студии Олег Табаков Посмотрите, пожалуйста Диплом 8,5 лет Фантастика Но самое-то главное Цвет По виду ты не скажешь Что красный дипломчик Красненький Реклама на первом канале Сейчас вернемся С Владимиром Машковым Олегом Табаков Далее в программе Олег Табаков Владимир Машков И наш питальный корреспондент Алла Микеева Олег Табаков Олег Табаков Владимир Машков Смотрите МХТ Мы же до сих пор не догадывались МХТ это же М Машков Т Табаков Кто в театре Х? Хенкина 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 Она племянница Того знаменитого Вот видите Вот видите как все складывается А скажите Олег Павлович Вот вы Когда ваши ученики Ставят спектакли В театре Котором вы руководите Вы Вы строго судите Вы заходите на репетиции Или вы смотрите прогоны Или вы приходите На премьерный Спектакль Как вы Сопровождаете процессы? Я появляюсь потихой Чтоб никого так сказать Не отвлекать от дела Где-то сзади Не видно Пошел тихий аромат Соленой красной рыбы Где-то А правда что вы на репетиции Мороженое приносили артистам? Да Да Олег Павлович Очень горячая атмосфера была Вы правильно спросили Как относится Дело в том что Вот сейчас это был Удивительный случай Олег Павлович вообще Очень любит Прийти после спектакля И рассказать правду Артистам в глаза Что они себе представляют Прям поругать? Ну так Ну по делу По делу всегда А я нахватался этой Да И я стал исполнять это Да Я так Достаточно иногда Не сдержанно Но искренне От души И вот У нас прогон И я Что-то начинаю им рассказывать И вдруг Выходит Олег Павлович Так Ты Вова их не ругай Не ругай их Вова Защищает Он защищает артисты Защищает артист А на следующей репетиции артист Уже говорит А сейчас Да Я что-то раз Он говорит Не надо Сейчас позовем табаку Не надо Да Товарищи Должен я Две минуты Потратить Вот на что Комедия Комедия Которую поставил Вов Комашков Она Реальная Ты смотришь на сцену И веселеешь Веселеешь От одного пространства Который Сочинил Сашка Боровский Но во всяком случае Я вот сижу И Вы сколько раз Посмотрели спектакль Ну уже Пять А смеялись Сколько раз Грешин Но я Легкомысленный человек Вы любите похохотать Да Если есть Поржать Короче говоря А вот Начинал Вова С того Что Будущие 24 лет От роду Он Старого Человека Абрама Ильича Шварца Сыграл В пьесе Александра Аркадьевича Галича Матросская Матросская Тишина Вы сейчас говорили Как будто бы Мы празднуем Пятидесятилетие Действительно А почему нет Вы знаете Это было же уже В ноябре Кстати Что вы подарили Вашему ученику Вот Вот Деньги Прекрасно Во-первых Деньги Деньги А что это Я с ними не расстаюсь Это Николаевский Серебряный Это вот Да Посмотрите Во-первых Он заколдованный Я должен вам сказать Пожалуйста Что я экономил Примерно там Недельки три Так И золотишко Ему подарил Да Драгметаллы Да Драгметаллы Так что если что На зубы У Вовт хватит Есть Ну подождите На серебряный Я развиваю мелкую моторику 80% мозга Работает По поводу зубов Вот у меня тут еще Такая прекрасная Где Олег Павлович Вы демонстрируете Празднование Вот это кстати Спразднование Пятидесятилетия Да Да Вот посмотрите Какая улыбка Это спектакль Фокина Анекдоты Анекдоты Это как раз 20 минут с ангелом Это Угаров и Анчугин Прекрасно Это вот люди В веселом настроении А вот скажите мне пожалуйста Дорогой Владимир Львович Я очень люблю Я клянусь вам Я отчество Львович Мое самое любимое отчество А ты знаешь Что есть человек Фамилия которого Львович Нет Клянусь тебе Его все называют Львович 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 Да Нет у меня просто папа У меня папа Львович Да И у меня папа Львович Да Лев Львович Лев 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 Петрович У меня папа Львович И мама Львович У меня Львович Ну мама Львович Как говорится Мы называем Мама наша телевизионная как бы мать телевидения вот, скажите, пожалуйста вы же, Владимир, вы же сыграли в фильме про Распутина где Жерарда Парди играет Распутина вы сыграли Николая Второго, я про монету говорю, вы сыграли Второго и я услышал байку, подтвердите правда или нет, что вы для того, чтобы войти в образ, как вас научил ваш мастер и учитель, вы настолько кропотливо работали над образом, что вы учили подпись Николая Второго но это была удивительная история, потому что действительно, Олег Павлович последовательно, методологически прививал нам главную задачу Станиславского через сознательную психотехнику артиста к подсознательному творчеству самой природы это то есть для того, чтобы артисту что-то представить, он должен сознательно совершать какие-то действия то есть вам для того, чтобы войти ну и так получилось, что мне нужно было в кино подписываться, как наш император я думаю, так я попытаюсь подписаться, а есть? есть, есть, вот смотрите и вот смотрите, что произошло где мне, здесь я могу сидеть? вот, вот набил, да так вот, я сидел в течение двух недель я кропотливо из интернета взял различные его подписи и подписываю, подписываю она достаточно простая они подписывались так просто Николай, Александр ну, одна деталь там внизу подписываться он вот так сейчас попытаюсь я воспроизвести Николай и дальше идет вот такая рост, такой рост вот и вы знаете я сижу и думаю, думаю и пишу, а не мог вот этот рост потому что, да, его и вот какие-то, ну, непонятно, что это что это такое а я находился в Соединенных Штатах Америки и вокруг идет английская речь и я сижу, что-то там читаю сценарий, пишу а Николай Александрович Том разговаривал с Александром Федоровым на английском языке он говорил даже на русском с легким английским акцентом и в какой-то момент я пишу и вдруг понимаю, что это не просто четыре линии а это буква Е так я думаю, что же это такое буква Е причем здесь и потом я понимаю, что Эмперор Эмператор это буква начинает с буквы И это открытие и я несмотря на вашу улыбку тем не менее я зашел к серьезным людям они говорят не может быть они не знали не знали в том-то и дело я надеюсь, может быть кто-то из научных людей заинтересуется, но мне кажется это вот этот тот груз который на нем висел и тот как камень или та основа император который его держал вот так я совершил одно научное открытие Владимир дорогой через сознательность и хотеть мы хоть через мои волчки вы не могли нет, подождите вы не могли бы сверху написать Ване от от Вовы конечно нет, почему от Николая да значит а я уж найду где это продать Ване Ване от от все и и стрелочку от Вовы ну это получается и стрелочку и О и О Николая Второго да да вот это подождите вы же сейчас снимаетесь вы играете давайте, Маркет вы же вы же сейчас играете Распутина да сейчас вы играете Распутина вы сыграли Николая сыграли Распутина есть шанс кого-то еще сыграть Александру Федорову императрицу есть шанс шансов нет это я вот у кого не растет борода вот у кого не растет друзья что можно сказать Олег Павлович кстати, а почему без бороды мы с бородой а вы как мы договаривались не пришли с бородой Ване У меня плохо растет. На этой оптимистической ноте я хочу пригласить всех вас в Московский художественный театр имени Чехова на спектакль номер 13D режиссера Владимира Машкова. А театр мы проводим Олег Табаков. Спасибо огромное.